Здесь мы положили мох, а удобрения смоку насыпали. Сейчас пролили мы гортензию, поставили ее в воду, она напиталась, сейчас она готова к посадке. Отлично. Сажаем? Да, то есть мы ее немножко вот так вот плотненько берем, в горшку можно постучать, вытаскиваем, и у нас получается вот такая вот корневая система. Вот это называется оплетенный ком. Это с одной стороны очень хорошо, но с другой стороны нам немножко нужно эту корневую систему вот так вот повредить. Но я сегодня в качестве невесты, поэтому я буду это смотреть, а ты повреждай. Да, то есть немножко расчесываем, чтобы появилась возможность молодым корнем развиваться. И ставим центр куста, то есть центр кашпо как бы, да. Центр кашпо, правильно, да. Ой, как красиво. Разворачиваем, как нам хочется. Шикарно. Засыпаем по кругу торфом, засыпаем корой, и у нас получается вот такой красивый кашпо вазон. Отлично, поехали? Поехали. Я буду смотреть, а ты делай. Я могу тебе, хочешь, вот так кустики подержать? Да, веточки на три подержать, да. И со всех сторон нам надо будет засыпать торфом. Отлично. Удобрение мы уже внесли. И такого кашпо ей хватит как минимум на сезон, а можно использовать даже два сезона. Вопрос, что мы делаем зимой, укрываем ли? А вы знаете, знаешь, как бы здесь не просто вопрос, здесь, можно сказать, нужна инструкция людям, и я думаю, что для этого нужен отдельный сюжет. Хорошо. Здесь нужно рассказать, показать, и для этого нужно определенный инструментарий, которого у меня сейчас с собой нет. В общем, когда наступит глубокая осень, Андрей, мы тебя ждем для того, чтобы людям рассказать, как мы правильно будем укрывать сбежавшую невесту. Кстати, многие боятся ее сажать, а это абсолютно неправильно, потому что у наших покупателей она зимует даже в условиях Мурманска, Тюмени, вот, и в Пермском крае, где зима доходит до минус 50 градусов. Ничего себе. И она прекрасно там с укрытием зимует, ну, есть укрывают люди как розовый. То есть вы взяли себе на заметку, да, что у Андрея заказывают растения с его питомника не только Москва, Московская область, а по-сторону. Странные сан-Грин, то есть это Казахстан, это Узбекистан, Туркменистан, Кашкистан. Какой ты крутой. Вот, и мы стараемся отправлять, конечно же, упаковывать грамотно, потому что каждое растение нужно не просто отправить, нужно бережно упаковать, чтобы оно не сломалось. То есть ее спокойно дает. Это очень важно. Да, это очень важно. Ну что, тут дело, что называется, техники. Да, здесь, по сути, надо немножко просыпать, утрамбовывать, и потом уже поверхность там и сверху засыпем корой и поставим зону патио. То есть ее обязательно прольем, обязательно еще раз прольем, поставим зону патио, и она будет такая, можно сказать, красотка стоять. Ну что, давай приступим, потому что мне не терпится посмотреть, как же эта прекрасная, роскошная, сбежавшая невеста поселится у нас в зоне патио. Поехали? Поехали. Все.